Пресловутый человеческий фактор стал причиной несчастного случая со смертельным исходом на одном из строительных объектов города Пинска. Все произошло в начале этого года. Погиб рабочий, который упал с 8-метровой высоты. Этот трагический факт не могло обойти своим вниманием руководство Пинского горосполкома. Можно закупить суперсовременные дорогостоящие средства индивидуальной защиты. Можно назначить целую бригаду ответственных за охрану труда. Но есть еще такое понятие, как человеческий фактор или, как в нашем случае, личная беспечность. Это послужило причиной трагедии, которая произошла 13 января этого года с плотником Пинского РСУ. В тот день выполнялись работы по устройству кровли здания Колледжа искусств. Обстоятельства трагедии пояснил коллега погибшего уполномоченным лицам при расследовании дела. Он услышал грохот, будто что-то упало. Обернувшись, он увидел, что лежа на груди, по кровле съезжает ногами вниз к карнизному желобу. Локтем правой руки он попытался задержаться за желоб, но это ему не удалось. И он, не удержавшись, упал вниз с высоты 8,5 метров, ударившись телом о тротуарную плитку. Всё дело в том, что погибший в тот день хоть и надел защитную каску, но не застегнул ремень, и во время падения она слетела. Не закрепил к тросу предохранительный пояс, который мог бы спасти его, в то время как его коллега это сделал. И тут впору задаться вопросом, почему напарник, пристегнувшись сам, не напомнил об этом товарищу. Госинспекция труда провела расследование этого несчастного случая и назвала точные причины гибели человека на рабочем месте. Личная обеспеченность самого погибшего и отсутствие должного контроля со стороны линейного руководства по соблюдению правил охраны труда. За нарушение законодательства об охране труда права привлечён к административной ответственности в виде штрафа размером 20 базовых величин. За допущенный несчастный случай со смертельным исходом приказом директора ООО Пинской РСУ привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выдавора. Определённые выводы и руководство строительной организации и сами работники сделали, но человека уже не вернёшь. У пострадавшего была возможность защититься, была возможность пристегнуться, зная эти моменты, будучи полностью обученным и зная локальные нормативные правовые акты и проект производства работ, он всё-таки не пристегнулся, в отличие от того товарища, который был рядышком, сзади работал. Вся эта бригада рабочих, в том числе и пострадавшие, в числе лучших работников управления были, претензий к ним никогда не было. А где контрольная функция, которую он выполнил добросовестно? Вот у нас и происходят эти вещи, несчастные случаи, либо с новичками, которые ещё не имеют достаточного опыта работы, либо с профессионалами, в действиях которых мы не сомневаемся и доверяя им. Вот вам, пожалуйста, один из случаев такого доверия, может быть, излишнего доверия, когда должен был подняться на крышу и убедиться, что каждый из них пристегнулся страховочным тросом. Все случаи производственного травматизма со смертельным исходом придаются огласке лишь с профилактической целью. Может, другие, узнав о подобных ЧП на рабочем месте, лишний раз задумаются о своей безопасности и не пренебрегут правилами охраны труда, которые смогут им сохранить жизнь.